Доброе утро! Офигеть, у нас солнечное! Так и морозное, кстати. Сегодня на улице где-то минус 16, да-да. Сейчас Ольку привезу куда-то на стрижку что-ли ей. Погнали! Машинки уже прогрелась. Давай, Олька, иди. Ну-ка, внутри что, все равно холодно. Ну-ка. У нее прогрелась. Смотри, как печка прям топится. Короче, что хочу сказать. Что-то холодно как-то. Стол там подстоит. Холодрыга вообще дикая. Минус 16 показывает. Прикол. А, да-да-да, забыл что-то. Прямо это. Звук такой ничем не перепутаешь. Такой прям очень-очень холодный снег, морозный. Очень прикольный звук. Смотри, такая дымка прям. Офигеть. Мерри Крисмас. Так, это пока рекорд. Минус 16. Так, минус 16. Ух ты, морозильник-то какой. Ух ты. Ой, блин. Соску холодно. Офигеть. Ветер дует такой прям. Вот просто стоять вроде норм. А когда если чуть ветер дует, прям это. Ух ты. Офигеть. Офигеть. Да, долго здесь не постоишь. Ладно, все, убегаем. Ознакомлюсь с утренней прессой. Набор хот-вилсов. Посмотрим, какие еще есть. Кофеек, бутер. Темка и солнышко. Артемирич, как-то у вас бардак какой-то. Ой, прости. Да. А мы сейчас с Темкой садим. Продолжаем смотреть Гринча. Тот, который мультиком. Вообще, вот такой, кстати, вам советую даже для взрослых посмотреть. Очень прикольно. Такой новогодний прям. Сижу, допиваю кофеечек. Красота. О, ребята, выходим на улицу. Минус 15. Все, оделись. Сейчас пойдем это, короче, убирать снег. Давай, Темка, я тебе эти перчаки одену. Сейчас с Темкой тачку заведем. Смай, бенз открываем, подсос открываем. Я уже научился. Включаем на включение. Тройку раз бензонасосиком и дергаем. Не так, что просто. Нет, смотри. Темка, сходи. Так, теперь берем лопаточку. Я тут немножко эту кучку подраскидал, чтобы она здесь просто не скапливалась. Это потом все. Да уберем. Привет, ребенкуши. О, ничего себе. Снежок здесь. Я тут немножко начинаю так почистить. Ого. Хочу здесь такую большую стену сделать. Про сейчас снег не особо липкий, но он потом подтает. Фу, блин, холодрика какая. Уж баллон точно замерз с газом. Фу, что там? Ого. Кстати, Тем, ты вот здесь, пожалуйста, не ладись. Смотри, это куст. Ты его можешь это истребить, не надо. О, твердый снег, правда. Ого. Крутял. Так, началась постройка замка. Тут материал. Ну, это мы так, конечно, играем. Ну-ка, тебе сосать. Сейчас, Темка, дай зайду. Смотри, какие узоры. Прям мороз рисует. А камера висит, работает. Да. Да вот у нас тут камерка. Стучик даже мой. Да, слушай, снег нападал вообще, будь здоров. О. Но вот это я понимаю. Вот это красиво. Отлично, давай. Самое время после прогулок поиграть в новогодние игры настольные. Котенка ест имбирный пляник. Ням-ням. Все, мы уже, конечно, пообедали. Небольшую крепость построили. На улице халатами полной. Еду, стричься. А то что-то прям вообще вот максимально некомфортно. Постоянно что-то причесываешь, причесываешь. Сейчас все, побреюсь и нормально. Побреюсь на волосы. Ха-ха. Еду, все. Сейчас это, избавлюсь от этого хохолька. Вот так вот всегда будут ходить, что надо залезать так это. Такой. Здравствуйте. С вами Ирюха и Верью. Ха-ха-ха. Ладно, все, давай сейчас постригусь, покажусь. Буду красавчиком. Что-то решалось, как лениво люди бродят по торговым центрам. Вывел тут на экранчик информацию о движении. Вообще ни хрена. Вот непонятная тема. Зачем она здесь нужна? Вот этот анализ распределения скорости. Ну зачем мне такие вот параметры? Я даже не знаю. Для чего? Чего я могу при помощи этих параметров понять? Насколько у меня бенз расходуется, что ли? Или что? Короче, непонятная тема. Вот. Машинка вообще прям радует. Если бы не постоянно это, горевший чек. А то, кстати, последние две недели не горел. Не знаю почему. Ну и не две недели, может полторы сколько. Когда я там последний раз показывал? По влогам и так. По влогам лучше понятно. Смотрите, как красиво просто. Какая-то степь просто. Офигенно. С таким солнышком. Зимнее офигенное солнышко. Так, ну что? Все. Смотрите, я постригся. Нормально, да? Вы блин, что-то на улице прохладненько. Все как. Новый человек. Практически джингл-беллс. Немножечко. Я, конечно, как это идиот. Забыл эти кроксы поменять. Хожу с этими с голыми ногами, блин, практически. Ужас. Ядрик Кавадибин. На улице мороз. Вообще лютый просто. Просто дичащее морозище. Зашел еще. Взял он. Холодца и яиц. На всякий случай. Но, что это меня просто только попросил. Машина уже вся остыла. На улице минус 15. Ребят, для Москвы это вообще... Это очень холодно. Я буду об этом ныть. Да. Потому что я такой. Я все равно, когда нет снега, когда жарко, когда холодно. О чем еще снимать влоги? Вот. Прическа вообще огонь. Смотрите. С нуля. Во. С нуля практически. Лысо. Притом, смотрите, какой хохолочек прям. Помолодел, да? Сейчас, после Нового года, может быть, займусь собой все-таки. Это побольше спорта. Поменьше жрать буду. Хочется, хочется. А то уже, блин, бока начинают расти. Некомфортно становится. Вот. Ладно. Все, конечно, сейчас пойду. Закуплюсь KFC-шным кофе. И картошечкой фри. Потому что энергию надо черпать где-то. Все. Давайте. Поехали. Что хочу сказать. Функция обогрева руля просто топ из топов зимой. Я вообще не представляю, как я раньше жил. Блин. И вот даже если еще машину покупать, я вообще не представляю, как вот, знаешь, без теплого руля. Тоже знаю, что раньше автопроизводители начинали делать теплые рули. Вот примерно вот в этих местах где-то. Ну, вот в этих. А здесь, короче, у меня он полностью весь греется. То есть вот эта вся 360 градусов. Вот эта вот вся тема. Он весь горячий просто. Ты держишь его так руки прям греешь постоянно. Ну, только, конечно, в самом начале где-то минут 15, наверное, просто. Знаешь, ты его трогаешь прям приятно. Такое ощущение, что это какой-то фильм для взрослых. Когда-то трогаешь так приятно. Так вау. Он такой кожаный. Такой теплый. Вот. Ну, пакет, конечно, теплых опций. Вот эта вот фигурка, которая обогрев лобового, подогрев жопандры и обогрев руля. И вуаля. Круто, что повезло взять такую машину, в которой еще и задний ряд обогревается. Потому что, например, тюбика мы возим. Например, зимой мы ему раньше там всякие пледы брали и так далее. То есть, чтобы собака не замерзла. А сейчас мы просто включаем подогрев сидушки и тюбик просто едет. Раньше вообще, кстати, у меня первая машина была 21083 вазовская. Вот. Зимой я в ней вообще ездил, знаешь, типа как в двух носках. Потому что, ну, когда в машине у вас, у тебя обогрев идет вперед либо лоб. Вот. У тебя обогрева ног нету. И вот, короче, из-за того, что машина, ну, как бы, российская. Вот. Короче, там вообще холодрыга полная внизу была. И, то есть, в такие сильные морозы, значит, на улице минус 15. Тебе совершенно не помогает такая тема, что у тебя, типа, рожа теплая. А ноги замерзают в хлам. Вот это прям меня очень расстраивало. Вот именно в вазовской восьмерке. И ничего с этим притом не сделаешь. Я не знаю. Сейчас, может, что-то можно туда уже поставить. Какое-то, может, обогреватель или что-то еще. То есть, ну, я вот, когда ездил, вот, реально была большая проблема зимой. Все. По поводу теплых опций. Обогрева всего высказался. Дзинь. Ребята, я притащил себе компьютер старый. И купил эти переходники. Сегодня буду запускать. Чего это? А, сейчас возьму. Подожди. Смотрите, у нас теперь еще один новогодний. Да, я понял. Новогодние украшения. Еще здесь, смотрите. О, какие. Огонечки. Огонечки. И лестница. Огонечки у нас есть. Огонечки у нас есть. О, смотрите, у нас. Ой, тюбик, тюбика, тюбика занесите. Новый год. А сейчас, ребят, буду наслаждаться холодцом, крестьянским. Раменский деликатес. Вообще просто шикардосный именно этот холодец. И буду с столовым хреном. Мне кажется, это, кстати, белорусский бренд. Ну да, да. Совершенно верно. Так. Стол накрывается. У меня, смотрите, картоха. А я тебя сейчас обогоню. С холодцом и с хреном. Попутно мы с Темкой играем в эти, в родительские, опять, эти игры. Давай. Джингл Беллс. А, еще у нас офигенные палочки рыбные из вкусвилла. Короче, ребзи, смотрите, что происходит. Моник, полностью рабочий. Комп, как казалось, тоже рабочий. Но мне не хватало вот этих переходников, которые там, ПИД, делить на два и как-то так. Вот, купил, чтобы клаву подключить. Сейчас попробуем. Так, что у нас? Все подключено. Давайте затестим. Так, где это врубаешься-то? Ничего. Пошло-поехало. И плюс я, кстати, еще купил такой переходник. Который с HDMI на вот такой вот VGA дает. Просто хочу подрубить к новому ПК. Чтобы посмотреть, как будет все смотреться на этом. Таком лучевом. Чего как это, по стариночке. Так. Прикольно, да? Так. Что тут? No mouse, flexible. Опять. Keyboard error. Интересно. И что? Вот мне нужно F1. Continue нажать. Опять, короче. Может, вот с этой клавой какая-то беда? Клава-то нормальная. Или она слишком современная. Интересно. Оу май гад. Оу еее. Короче, ребятушки. Поставил даже без этого переходника. Просто там есть два порта USB. Поставил этот. Донгл. От беспроводной клавиатуры и мышки. Вот эти. И при помощи клавиши Fn у меня получилось нажать F1. Загружается Windows 2000 Professional. Круто. А ну-ка, ну-ка. Ух ты. Клево, что здесь есть девидюк. И сюда можно какие-то старые игрушки поставить. У меня же их до хрена просто. И комп как раз вот прям под это подходит. Вообще крутяк. Какой-то написано. Динар. Это, видимо, у меня батя откуда-то с работы может взял. Да, прям вообще Windows 98. Second Edition. Потом сюда 2000 поставили. Ставьте карту или нажмите клавиши Ctrl Alt Delete для начала работы. А-а-а. Так, ну ладно, давай нажмем. Блин, не совсем комп понимает. Или вот с этими клавишами, блин, они все, короче, новые. И не получается вот Ctrl Alt Delete, короче, не получается так. Тоже здесь у нас... Вот у меня, кстати, получилось F1 нажать только через FM. То есть изначально F1 здесь прошито на увеличение и уменьшение яркости, блин. А здесь Ctrl Alt Delete, конечно, не помогает. Хм. Хей-хо. Все. День закончился. Спасибо большое, что сегодня были со мной. Давайте. До завтра. Да пребудет с вами сила. Подписывайтесь. Ставьте лайки. И ждем следующий выпуск под номером, получается, 13. Давайте. Пока. Пó naught. Попкачу-па. Продолжение следует...